Заявления на зачисление принимаются, но вслепую детей брать не будут. Как только наступит ясность со снятием ограничительных мер, в детской школе искусств номер 2 определяют даты прослушивания и просмотров. В этом году планируют зачислить на творческие отделения 70-80 детей. В отделении народных инструментов ждут юных музыкантов от 6,5 лет. Их научат играть на баяне, гитаре и домре. Народный отдел предполагает разнообразие инструментов. И хотелось бы, конечно, чтобы в школе когда-нибудь заиграл народный оркестр. Хотя бы небольшие ансамбль. Отделение народного вокала новичков брать не будет. У них по плану набор в 2021 году. На остальные направления можно подать заявление с учетом возрастных категорий. Так в отделение декоративно-прикладного искусства могут попасть дети старше 10 лет. Эти направления обращены к традиционным ремеслам. Ребят там учат делать керамические изделия, шить народные костюмы, мастерить поделки из дерева. Вот эти народные отделения будут в школе жить. Вместе с тем мы будем развивать современные направления. Но вообще программа развития школы называется у нас «Концепция развития, традиции и инновации. Баланс возможен». И именно этим мы будем заниматься. Будем балансировать между национальной культурой и традиционной культурой и новыми направлениями деятельности. Подробнее познакомиться с условиями приема на конкретное отделение, а также узнать о внебюджетных местах, можно на сайте детской школы искусств номер 2 в разделе «Приглашаем учиться». Там же можно скачать бланк заявлений и ознакомиться с критериями отбора на некоторые направления обучения. Елена Грецкова, Евгения Шевцова, Сергей Ряпов. Служба новостей. Саров, 24.